Запись работает. Вы мне напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли видно, слышно, есть ли изображение, есть ли звук. Все отлично. Здравствуйте, коллеги. Все, я тогда запись приостановлю. 16.15 начнем. This conference will now be recorded. Направление управления проектами в Центре специалиста, оно такое традиционно очень сильное, в том числе мы проводим курсы подготовки к экзамену на статус PMP. С 2021 года, со 2 января экзамен изменился, и мы успели провести несколько таких подготовительных групп по новой версии. Ближайшая группа по этому курсу стартует в следующий понедельник, 26 июля. Ну и, соответственно, курс двухдневный, он про то, как готовиться к экзамену. Вот у нас с вами на мастер-классе сегодня одна такая тема, она достаточно узкая, специфичная, ну а учебный центр специалист, он уже в этом году 30 лет как обучает, в том числе по направлению управления проектами, и такой 30-летний срок, он сам за себя говорит, это само по себе уже гарантия успеха, гарантия результата. Итак, тема сегодняшнего мастер-класса – это вопросы, которые для того, чтобы дать на них правильный ответ, предполагают какие-то вычисления по каким-то формулам. Какая общая ситуация с формулами для экзаменационных вопросов? Ну вот я когда в 2013 году сдавала этот экзамен, подготовка по вот этим расчетным вопросам – это была отдельная тема, которая требовала много времени, много внимания, составлялись действительно шпаргалки по этим формулам, были такие общие рекомендации при сдаче экзамена до начала экзамена на ламинированном листе, который выдается в центре тестирования, выписать эти формулы. Пока есть еще силы и пока еще ясный ум, чтобы потом во всех таких подобных вычислительных вопросах можно было обращаться к этой шпаргалке. Сейчас ситуация с формулами, ну она изменяется. Количество вопросов, которые предполагают необходимость каких-то расчетов, вычислений сокращается. Но это не значит, что мы можем не знать эти формулы, не знать эти вычисления. Скорее наоборот, мы должны их знать настолько хорошо, чтобы, ну уже не сам по себе расчет выполнять на экзамене, а уметь интерпретировать результат, как минимум по формулировке вопроса и по тем показателям, которые встречаются в вопросах. Понимать, к какой области знания этот вопрос относится, к какой фазе жизненного цикла он относится, уметь интерпретировать результат вычислений, скорее даже, чем вычислять. И вот сейчас, в 2021 году, таких вопросов на экзамене PMP, которые требуют каких-то вычислений, их мало. Ну вот у меня такая цифра 15 вопросов из 175 зачетных, но вполне возможно, что их будет даже меньше, потому что вот коллеги, которые сейчас рассказывают о последнем опыте сдачи этого экзамена, вот таком совсем-совсем свежем, в том числе и наши слушатели нам пишут о том, как они сдают эти экзамены, таких вопросов может вообще не быть. Ну то есть вы вполне можете от кого-то услышать, что мне, допустим, на экзамене вообще не встретились вопросы, предполагающие там вычисления по формулам. Но еще раз повторюсь, это не значит, что можно их не знать, потому что, скорее всего, вопросы, которые встречались, они предполагали знание показателей, например, освоенного объема или показателей оценки инвестиционной привлекательности проекта. Ну то есть мы рассчитываем на небольшое количество вопросов, но тем не менее 15 правильных ответов из 175 зачетных, это тоже уже хорошо, это большой процент. То есть имеет смысл посвятить какое-то время изучению этих формул. Вполне возможно, формулировки некоторых вопросов будут предполагать возможность сделать все вычисления в уме. То есть, возможно, там калькулятор для того, чтобы что-то посчитать, совсем не понадобится, если нужно будет посчитать, например, estimated completion, как отношение budgeted completion и накопленного CPI, cost performance index, разделить 100 рублей бюджета на 0,5 коэффициента эффективности запрат и получить 200 рублей, то, в общем-то, калькулятор не понадобится. А может быть и понадобится, потому что бывают вычисления и с сотыми, и с тысячными долями, поэтому совсем уж там отложить в сторону его, скорее всего, не получится. Что еще имеет смысл ожидать? В некоторых вопросах будет встречаться необходимость инвертировать формулу. Ну, то есть мы вроде как знаем формулу со стороны 2 плюс 2 равно 4, со стороны 4, да, там вычисления, как посчитать какой-то показатель. А в самом вопросе формулировка будет такая, что это 2 плюс x равно 4, и 4 будет уже данностью, а x нужно будет посчитать. Ну, то есть это тоже заставляет и вспоминать формулу, и переворачивать ее, и, соответственно, правильно выполнять вычисления. Ну, интерпретация результата, конечно, это то, что, наверное, в большинстве случаев придется сделать, то есть не только и не столько сам по себе расчет, сколько понимание того, что это значит. Там отрицательные, положительные показатели, больше, меньше показателей там на одном, на другом проекте. Понимать, стоит ли выбирать этот проект там во время инвестиционного отбора, хорошо ли он идет, если речь идет уже о прогрессе проекта. Вот интерпретация результата, это такой, один из центральных моментов. Еще один момент, это ситуация, когда для вычисления одного и того же показателя используются разные формулы в зависимости от каких-то условий, обстоятельств, допущений и так далее. И основная сложность будет не в том, чтобы посчитать, а в том, чтобы выбрать правильный вариант расчета, и потом уже на основании этого правильного варианта сделать само по себе вычисление. Ну и, конечно, будут вопросы, которые предполагают там в несколько шагов использование одной, двух, может быть, даже больше формул, чтобы добраться до правильного ответа, нужно вычислить какие-то промежуточные значения. Это в первую очередь касается показателей временных, показателей освоенного объема и так далее. Вот это вот общая ситуация с формулами, точно по работе таких профильных каналов в Телеграме, там, где коллеги наши с вами делятся своими впечатлениями, в принципе, процессом подготовки к сдаче экзамена PMP. До сих пор можно увидеть там скриншоты или фотографии, буквально шпаргалок там, выписанных на лист этих формул. Ну, вот, собственно, в роли такой шпаргалки и выступает сегодняшний мастер-класс. У меня не будет задачи показать там полноценно весь процесс подготовки к сдаче экзамена, в принципе, рассказать об экзамене PMP, о его изменениях и так далее, и так далее. По этому поводу есть и другие мастер-классы, записи на YouTube, ну и, собственно, и сам по себе курс подготовки, он тоже раскрывает эти вопросы. Вот мы сосредоточимся на одном маленьком таком пункте, это формулы. Более того, если это формулы, допустим, для расчета инвестиционных показателей, вот те, которые вынесены там в описании мастер-класса, то тоже у меня не будет задачи показывать весь математический аппарат финансового менеджмента, финансового анализа проектов, потому что то, как это интерпретируется на экзамене, это немножко проще, чем то, как это на самом деле потом происходит со стороны финансовых аналитиков в жизни. Мы сосредоточимся на том, что важно для нас, вот что важно руководителю проекта понимать про эти инвестиционные показатели. И все формулы в этом мастер-классе, они разделены на три группы. Первая группа – это формулы для вычисления времени, потому что время вычисляется часто особенным образом в дне или 8 рабочих часов, или 24 часа, дней в неделе или 5 в рабочей, или 7, ну и так далее. Дней в месяц очень сильно различается это количество в январе, в феврале, в апреле, в сентябре. Ну, хорошо, хоть месяцев 12 в году всегда. А так это все такие переменные показатели, ну и вот для вычисления времени оценка длительности операции по трем точкам, оценка показателей при расчете критического пути. Таких вопросов все меньше и меньше, но интерпретацию этих показателей все равно знать и понимать нужно, как минимум для того, чтобы на все смежные соседние вопросы поотвечать. Вот это первая группа – временные показатели. Вторая группа – это то, что называется инвестиционные показатели или финансовые показатели, NPV, ARR, возвратные инвестиции, payback period и так далее, и так далее. То, насколько это, повторюсь, нужно знать для того, чтобы успешно сдать экзамен PMP, ну, точнее, успешно ответить на соответствующие вопросы. А третья группа показателей – это показатели освоенного объема, то есть это оценка прогресса проекта, ну и, соответственно, мы будем стараться смотреть на саму по себе формулу, чтобы формула осталась у вас в шпаргалке, что называется, смотреть на механику этой формулы, как это все устроено, и в некоторых случаях отвечать на такие пробные вопросы. Где-то вопросы будут приведены на английском языке, где-то, если сложные какие-то формулировки, будет дан перевод на русский язык. Вот примерно в таком режиме и будем все это рассматривать. Ну, первая часть – это формулы для расчета времени. PERT – это аббревиатура Program Evaluation Review Technique, это то, что по-русски называется оценка по трем точкам. CPM – это Critical Path Method, это метод критического пути, то есть ранние, поздние даты, резервы, общий, свободный временной резерв и так далее. Вот начинаем с простого – оценка по трем точкам. Вообще сама по себе аббревиатура PERT, она не только про оценку по трем точкам. PERT – это набор инструментов, которые появились там больше 50 лет назад, и в PERT попадает и метод критического пути, и тот же расчет резервов, и метод критической цепи, он тоже основан на инструментах PERT. Но у нас чаще всего вот в нашей русскоязычной среде эту аббревиатуру используют рядом с оценкой длительности и оценкой стоимости операций по трем точкам. Три-поинт, что называется, да, оценка по трем точкам. Во-первых, что нужно знать? Что есть сингл-поинт, не три-поинт, а сингл-поинт, когда точка одна оценки. Во-вторых, мы понимаем, что это оценка длительности и оценка стоимости. Коллеги, вы, пожалуйста, следите за вашими микрофонами, чтобы никаких искажений не было. Ну, то есть, что такое оценка? По estimating, по вот этим технологиям оценки длительности и стоимости, в библиотеке PMI есть просто книжка отдельная. И надо понимать, что эти оценки возникают не на фазе инициации проекта, а чуть позже, на фазе подготовки проекта, когда нужно оценить реальное время, которое займет каждая операция, и ту стоимость, которую мы закладываем в бюджет. Это второе. И третье, что надо знать про оценку по трем точкам, это то, что у нас может быть разная ситуация, разное количество информации на входе про три точки. Ну, и поэтому эти три точки, три оценки, они будут по-разному обрабатываться. То есть, для оценки по трем точкам формул две. Вот это то, что важно. Первая формула, она предполагает, что в оценке длительности есть какое-то небольшое количество предыдущего опыта. Ну, то есть, например, мы всего, может быть, раза три делали подобную операцию, и в принципе, в отрасли или в мире подобных примеров больше нет. И у нас есть на основании нашего предыдущего опыта оценка минимального времени, которое занимает задача, это T минимальная. Есть оценка максимального времени, ну, то есть, когда-то мы за четыре дня сделали, когда-то за 20. И что-то между ними. Это условно там названо среднее, но это не обязательно среднее, да, какая-то величина. Она может быть ближе или к минимальному значению, или к максимальному. Ну, и у нас нет никаких оснований для того, чтобы распределять весовые коэффициенты, для того, чтобы считать какую-то из этих трех оценок, из того, что случалось в нашем предыдущем опыте, считать какой-то наиболее вероятный. То есть, они равновероятны. Это ситуация более высокой неопределенности, чем классическая оценка по трем точкам. Меньше информации, выше неопределенной. Для обработки этих трех оценок и для расчета ожидаемой длительности выполнения операции используется формула расчета среднего арифметического. То есть, все три оценки складываются, ну и, соответственно, в знаменателе тройка. То есть, 4 плюс 8 плюс 20 разделить на 3, и вот мы получаем Т ожидаемое. Но на экзамене, в вопросах экзаменационных, более предпочтительным вариантом считается вот этот вот, ну, собственно, то, что является классическим вариантом оценки по трем точкам, когда это не просто минимальное, максимальное и что-то между ними, а когда мы рассчитываем не среднее арифметическое, а рассчитываем такое мат ожидания, то есть средневзвешенную оценку и ожидаемая длительность операции предполагает распределение весов между этими оценками. Соответственно, весовые коэффициенты распределяются следующим образом. Краям оптимистическому и пессимистическому, там, 4 дням и 20 дням, присваивается по единичке, а наиболее вероятная оценка, она предполагается в 4 раза чаще случалось в нашем предыдущем опыте, чем вот эти крайние значения, и, соответственно, ей присваивается наибольший вес. Поэтому 1,4,1, поэтому именно такое распределение весовых коэффициентов. Ну и в знаменателе, поэтому не тройка, а шестерка. И, соответственно, как вот эта вот формула устроена, как она работает, ну, во-первых, она предполагает большее количество опытов, чем в случае расчета среднего арифметического. Ну, то есть мы хотя бы 10 раз делали подобную операцию, и мы можем сказать, что у нас есть крайние, самые редкие, и есть наиболее вероятная, та, что чаще всего случалось. Ну и обычно это называют бета-распределение. Соответственно, по оси OY здесь вероятность, по оси OX здесь, собственно, длительность операции. И вот они реже всего с наименьшей вероятностью оптимистическая, пессимистическая оценка и наиболее вероятная в 4 раза чаще, чем вот эти вот края. Ну и, соответственно, расчет T ожидаемого времени выполнения операции по отношению к вероятной оценке, оно смещается в сторону пессимизма, потому что вот этот пессимистический рычаг, пессимистическое плечо этого рычага, оно больше, чем оптимистическое, поэтому бета-распределение. И, соответственно, в вопросах экзаменационных будет какая-то входящая информация и нужно будет рассчитать, ну, в самом простом варианте рассчитать вот эту ожидаемую оценку длительности операции или тут вот эта копилка свинка для того, чтобы напомнить, что это и стоимости может касаться, не только длительности. В инструментах оценки стоимости, так же, как и в длительности, есть и экспертная, и сингл-поинт, и по аналогам, и параметрическая, и вот оценка по трем точкам. А на стоимости так же касается, как и длительности. Но как-то так традиционно сложилось, что в вопросах экзаменационных больше все-таки вопросов про длительность, про расчет ожидаемой длительности операции. Подставить известные значения и рассчитать по формуле вот эту Т-ожидаемую. Ну, или инвертировать формулу, если ожидаемая оценка известна, может быть, понадобится посчитать наиболее вероятную из всего предыдущего опыта. И если вы сейчас готовы, ну, я надеюсь, что готовы, по крайней мере, в уме сделать вычисление, давайте посмотрим на пример вопроса, как это может выглядеть в вопросе. Вопросы на самом экзамене можно будет при определенных условиях, если выполнить эти условия, читать и на русском, и на английском языке. Всегда лучше уметь работать с англоязычным вариантом оригинальным. Но если формулировка кейса такая многословная, длинная, то, конечно, для упрощения себе можно смотреть и в русскоязычный вариант. Вот это перевод на русский язык. Самого по себе кейса. Вот ваш спонсор хотел бы знать, сколько времени потребуется на создание прототипа. Он сообщает вам, что аналогичный проект в прошлом году создал прототип за 28 дней. Ваш инженер говорит вам, что проектирование прототипа займет от 25 до 45 дней. И, исходя из изменений конструкции, он думает, что это, вероятно, займет около 32 дней. Каково средневзвешенное значение полученных вами чисел? Ну и, соответственно, 4 варианта ответов. Сейчас их может быть не 4, а больше. Это может быть в некоторых случаях и мультивыбор. Ну вот если сейчас готовы посчитать, ну и сообразить, да, 25 дней, 45 дней, 32 дня, 28 дней, куда подставить формулу эти значения, то вы пишите, пожалуйста, в чат ваши версии. Видите, как я пока вы считаете, пока немножко покомментирую. Я вижу, что коллеги начали писать 34, 31, 33 дня. Здесь все 4 варианта, они очень близкие. 1, 2, 3, 4, да. Бывает иногда там разброс очень большой между вариантами ответов, и там легко убрать лишнее, то, что, ну, как бы очевидно, неправильно. Вот. И методом исключения найти правильный ответ. Здесь такой вариант не пройдет. Вот я вижу, что те коллеги, у кого было чуть побольше времени, пишут вариант 33. Правильный ответ. Нет, это действительно 33 дня, то есть здесь в формулировке вопроса, вот эта информация о том, что аналогичный проект в прошлом году создал прототип там за 28 дней, эта информация в вычислениях в принципе не используется. У нас есть экспертный опыт инженера, который говорит 25, 45 и most likely, что называется, да, наиболее вероятная оценка длительности, 32 дня, ну, и, соответственно, подставляем в формулу и выполняем вот эти вот вычисления. Ну, кому-то нужен калькулятор, кто-то в уме может это сделать, но в любом случае вопросы обычно на вот этот PERT их немало, если уж они встречаются, вычислительные вопросы, в том числе в базах подготовительных вопросов экзаменационных. Вот, ну, они все сравнительно простые, то есть тут подвохи крайне редко бывают, мне, по крайней мере, они не встречались, не попадались. Вот такой себе PERT, не забудьте, пожалуйста, что две формулы, то есть когда-то может не быть вот этой информации о том, что наиболее вероятно, чему-то мы можем больший вес присвоить, и тогда нужно будет посчитать просто среднее арифметическое. PERT дальше. Формулы расчета критического пути. Критический путь предполагает умение построить слева направо сетевую диаграмму, и, как правило, то, что нужно вычислять в критическом пути, это float, это то, что называется резерв операций каждой, то есть то, насколько можно операцию эту отложить, чтобы что, да, и вот два вида резерва отвечают на два разных вопроса. Total float – это то, насколько можно задержать выполнение операции, там, позже начать, позже закончить, дольше делать эту операцию так, чтобы срок проекта не изменился. Вот это total float. Free float – свободный резерв. Total – это общий временной резерв. Free float – это свободный временной резерв. Предполагает интервал времени, на который можно отложить операцию без изменения времени выполнения любого из ее последователей, то есть free float, он или равен, или меньше, чем total float, да, то есть free float – свободный временной резерв, он просто по определению не может быть больше, чем общий временной резерв. Общий – это резерв самой операции, плюс все, что она там подвинет, все, что от нее зависит, без изменения срока проекта. А free – это то, насколько саму эту операцию можно задержать. И вот эти float, эти резервы, они вычисляются как разницы между датами. Все это – late start, early finish – это все даты. Ранние даты – early start, early finish, насколько раньше всего можно начинать и заканчивать выполнение операции. И поздние даты – позднее начало, позднее окончание. Ну и, соответственно, как выглядит расчет критического пути, если совсем-совсем такими простыми словами, простыми категориями, простыми схемами рассуждать. Критический путь – это то, что предполагает расчет по сетевому графику. Ну, соответственно, сетевой график – это логическая схема, в которой между точкой старта и точкой финиша укладываются все операции проекта. Операции обычно в подобных задачах называются ABCD. Вот во всех вариантах ABCD и F, во всех вариантах задач это будет такая буквенная кодировка. Это раз. Второе. Если не сказано иное, все операции связаны между собой зависимостями finish start. Ну, то есть заканчивается предыдущая и начинается следующая. Сетевой график любой всегда строится слева направо. Входящими условиями во всех подобных задачах является длительность операции. Ну, вот здесь это квадратиками. Там первая операция длится два дня, четыре, шесть, три, пять и четыре дня. Ну, и, соответственно, для того, чтобы выполнить вычисление критического пути и выполнить вычисление резервов, вычисляются ранние и поздние даты. Причем вот здесь вот надо не промахнуться в арифметике с единичкой, потому что проект тоже, если не сказано иное, он начинается на первый день. И на первый же день раннее начало всех самых ранних операций, которые зависят от точки старта. Операция длится два дня, ну и, соответственно, раньше всего она может закончиться на второй. Вот первый и второй день – это ранние даты начала и окончания операции. А любой из последователей начинается на следующий день, на третий день начинается четвертая, на третий день начинается третья, ну и, соответственно, третий, четвертый, пятый, шестой. На шестой день можем закончить четырехдневную операцию, третий, четвертый, пятый. На пятый день – early finish, пятый день вот этой красненькой операции, которая нас интересует. На следующий день, на седьмой, на шестой день начинаются последователи. Если мы хотим арифметикой воспользоваться, то 7 плюс 6 минус 1, ну то есть на двенадцатый день раньше всего закончим длинную операцию. 6 плюс 5 минус 1 на десятый день раньше всего закончим пятидневную операцию. Ну и, соответственно, вот эта последняя, та, которая определяет финиш, она по самому длинному последователю. Если у нас длинный последователь раньше двенадцатого дня закончить не получится, короткий последователь раньше десятого дня закончить не получится, то в любом случае последнюю операцию раньше тринадцатого дня никак не начнешь. 13 плюс 4, собственно, минус 1 на шестнадцатый день закончится весь проект. Вот так рассчитываются ранние даты, это называется прямой расчет слева направо. А потом от шестнадцатого дня рассчитываются поздние даты. Ну и поздние даты, они исходят из другого допущения, из того, что любую операцию можно заканчивать настолько поздно, насколько возможно, без срыва срока проекта. Срок проекта это шестнадцатый день. Соответственно, к шестнадцатому дню последнюю операцию надо закончить. Шестнадцатый, пятнадцатый, четырнадцатый, тринадцатый. На тринадцатый день мы эту операцию начинаем. И вот у нас появляется информация о том, что верхняя ветка лежит на критическом пути, потому что к двенадцатому дню ее нужно закончить. Но и нижнюю ветку-то тоже на двенадцатый день совершенно спокойно можно завершать. При том, что при прямом расчете она завершалась на десятый. И получается, что вот этот люфт двухдневный, там между десятым и двенадцатым днем, это и есть резерв операции. Причем не только вот этой длинной пятидневной операции, но и это люфт, и коротенько интересующий нас. То есть ее-то тоже, в принципе, можно не на пятый, а на седьмой день заканчивать. То есть мы находим общий временной резерв вот этой коротенькой трехдневной операции как разницу Total Float между Late Start последователя, Late Start восьмой день и Early Finish самой задачи. Early Finish это пятый день. И не забываем вычитать единичку. То есть получается восьмой день, когда позже всего можно начинать эту операцию, и пятый день, когда раньше всего нужно заканчивать, вот от последователя к самой интересующей нас операции, 8, минус 5 и минус 1, мы получаем два дня Total Float, общий временной резерв. Это он и есть, этот Total, да, то есть как бы предполагается, что вот эта коротенькая трехдневная операция, она совершенно спокойно может вперед двигать ту, которая подлиннее, но у них на двоих есть два дня резерва. В принципе, можно на день дольше делать одну и на день дольше делать вторую. Это срок проекта не поменяет, потому что срок проекта определяется по критическому пути, по самому длинному, по верхней ветке. Вот, а вот Free Float этой операции, Free, да, это то, насколько ее можно было бы задержать так, чтобы не сдвинулся ни один из ее последователей. Так вот, Free Float у этой операции нулевой, потому что Free Float рассчитывается как разница между Early Start и Early Finish самой задачи, да. Early Start следующей операции раннее начало шестой день, а Early Finish этой пятой, шесть минус пять и минус один, вот Free Float ноль, да, таким образом Total Float операции два дня, а Free Float ноль дней. Вот, вот и все. То есть, это все несложные вычисления, но это вопрос навыка, привычки. В банках вопросов экзаменационных много таких примеров, вот этих сетевых диаграмм, как их посчитать. Но, собственно, с какого-то момента начинаешь невооруженным глазом видеть самую длинную ветку, определяющую критический путь. И начинаешь понимать вот эти флоуты, запасы у всех соседних веточек, да, их даже просто невооруженным глазом обычно можно увидеть. Ну и вот максимально простые формулы, максимально простая механика, насколько можно задержать операцию без срыва срока проекта или без срыва срока любого из ее последователей. И, если готовы, пример вопроса, как это может выглядеть вот в экзаменационных вопросах. Есть операция, которая называется шип-контейнер, ну то есть погрузка контейнера. И ваша сетевая диаграмма, в вашей сетевой диаграмме раннее начало этой операции 17 день, позднее начало 22, а позднее окончание 37 день. И вот внезапно, да, то есть говорили-говорили про флоут, а оказывается, что нужно посчитать activity duration. Duration – это длительность этой операции 15, 16, 59 и 14. Вот по-русски как это звучит. Давайте я немножко притихну, да, в эфире. Дам вам время посчитать, сколько длится эта операция с учетом известного раннего начала на 17 день, позднего начала на 22, это очевидно не критическая операция, у нее есть запас, и позднего окончания на 37 день. Ваш вариант. Тут как бы и не про float речь, тут про duration, про длительность операции речь. Ну и да, нужно будет сообразить, сколько длится эта операция. Тоже такие несколько значений близких, 14, 15, 16, ну и вообще какое-то сумасшедшее значение 59 дней. Вот здесь легко рассуждать методом исключения. Ну то есть операция при таких данных, она не может длиться 59 дней. Осталось только выяснить, 14, 15 или 16. Вот смотрите, что нам известно про операцию, если операцию представить в виде какой-то геометрической фигуры. 17 день раннее начало, позднее начало 22 день, а... Стоп, не туда написал, да. 17 и 22. Вот этот вот люфт между 17 и 22, если не сказано иное, вот это как раз и есть запас операции. То есть ее раньше всего можно 17 августа начать, а позже всего 22 августа. Разница между ранними и поздними датами уже намекает на то, что эта операция не лежит на критическом пути. Вот, а позднее окончание 37 день. То есть на самом деле у нас вот этого позднего начала операции, не позднего начала, точнее, а позднего раннего окончания операции у нас просто нет, да. У нас как бы ранние даты не в полном комплекте здесь представлены, а вот поздние даты, пожалуйста, 22, 37. Разница между 22 и 37 просто 37 минус 22. Это 15 дней. Но проблема в том, что 15 дней тут не вычитается единичка, а прибавляется. Почему? Потому что если просто посчитать 22, 23, 24, 25 и так далее до 37 дня, просто посчитать, сколько дней занимает эта операция. Правильный ответ 16 дней. То есть вот мы говорим-говорим, да, там total float, free float, единичка вычитается. В флоуте, в запасе по времени она действительно вычитается, потому что мы закончили операцию там, допустим, на 14 день, а следующую последователя начали на 15. Просто чтобы вот это 14-15 убрать, поэтому вычитается единичка. А вот когда мы считаем длительность операции, 13 минус 22, здесь единичку надо прибавлять. Почему? Потому что на 22 день работа тоже происходит. И просто посчитать арифметически, ну неправильно, да, взять, вычесть этот 22 день. Поэтому плюс один. Поэтому правильный ответ на вопрос длительность операции 16 дней. Вот Артем, Наталья написали 16 дней, да. Смотрите, вы будете во всех подобных вопросах, ну понятно, что у вас будет, там никто не будет фонить в эфире, у вас будет возможность сосредоточиться, сесть, посчитать. Но подводить будет вот эта единичка, которую при вычислениях между работами надо вычитать, а при вычислениях внутри работы надо прибавлять для расчета длительности или для расчета, например, там раннего окончания задачи, зная раннее начало. Вот, ну и так далее. Да, на 17 день раннее начало плюс 16, да, и плюс 16 дней длительность, и мы получаем, получим на раннее окончание этой задачи. Тоже единичку нужно будет вычесть. То есть вот это вот, где ее прибавлять, где вычитать, это придется прочувствовать на себе. Вот еще один пример вопроса, тоже давайте посмотрим. В общем, это уже как раз на расчет float, на расчет резерва. И вот здесь перевода на русский язык нет, поэтому давайте я просто озвучу по-русски. На Project Network Activity Node, на вот этой схеме, да, самой по себе операции, есть некоторая информация. Всегда по центру вверху длительность, то есть эта операция длится 3 дня. По центру внизу всегда вопрос общего, именно total, общего временного резерва. Всегда сверху ранние даты, early start и finish, а снизу всегда поздние даты, late start и late finish. И надо вычислить total float вот этой вот операции. И мы говорим с вами о том, что в формуле у нас присутствует операция и все ее последователи. Вот, а здесь нет последователей. Здесь есть сама операция. Вот с ранними и с поздними датами и с длительностью. Видите, как тоже 21 плюс 3. Вот, и надо единичку вычесть, чтобы получить 23 окончание. Вот 37 плюс 3 и единичку вычитаем, чтобы получить 39 день окончания. Так какой total float? Какой общий временной резерв у этой работы? Насколько ее можно задержать? В данном случае мы же можем дорисовать последователя этой операции. Мы можем понимать, что после операции D может идти какая-нибудь операция I. И на какой день начнется операция I? Раньше всего она начнется на 24 день. Если сразу после D, если никаких других предшественников нет. А позже всего она начнется на 40 день после того, как закончится операция D. То есть по позднему окончанию смотрим. И соответственно, соответственно. Ну вот тоже пошли ответы. Давайте я открою правильный ответ. Здесь 16 дней. И в данном случае это разница между ранними. Неважно там по началу или по концу смотреть. Ранними и поздними датами. Предполагая, что за задачей D, если не сказано иное, идет какой-то один последователь. И этот последователь, так же как и операция D, не встроен в критический путь. То есть мы можем на самом деле в исходную формулу подставить. 40 день минус early finish самой операции. Там раннее окончание самой операции. 40 минус 23 и минус 1. Ну или 39 минус 23. Тогда единичку не надо вычитать. Вот мы получаем 16 дней. 16 дней вот этого total flow. То есть видите, насколько это простая арифметика. И насколько в этих единичках может потом в конце концов все запутаться на самом деле. Вот поэтому все, что внутри операции, мы единичку вычитаем, если от начала к концу считаем с учетом длительности. А все, что между операциями, с единичкой при расчете даты, ее приходится прибавлять, а при расчете total flow тоже вычитать. Вот так вот. Ну, в общем, короче говоря, надо находить вот эти вот вопросы на расчет критического пути и просто тренироваться. То есть вы все ведь очень близки, да, никто не выбрал там вариант 2. Вот. Ну, вопрос тренировки. Дальше. Дальше. Следующая формула, она не к расчету времени, но ее в принципе ни к чему там особенно не отнесешь. Это то, что называется количество каналов коммуникаций. Это и на фазе подготовки проекта, и на фазе выполнения работ на проекте. Такая формула в экзаменационных вопросах может встретиться. Мы предполагаем, что у нас в команде N человек. И для того, чтобы посчитать, каким количеством каналов коммуникаций придется управлять руководителю проекта, при условии, что каждый человек общается с каждым, мы для расчета количества каналов коммуникаций N умножаем на N-1 в числителе, просто чтобы не считать, что человек сам с собой общается, и в знаменателе двойка. То есть если у нас 10 человек в команде, вот мы подставили 10 умножить на 9 и разделить на 2. 90 разделить на 2, получили 45 каналов коммуникаций. И как это работает, как это устроено? Это такая чисто геометрическая задача, по которой хорошо видно, что если все точки на плоскости связать друг с другом, как с добавлением каждого следующего человека, как уплотняется коммуникативная среда, увеличивается количество каналов коммуникаций. Это показатель, который используется для оценки сложности коммуникативной среды. И пока у нас 8 человек, у нас 28 каналов коммуникаций. А как только у нас 4 человека добавляется, к 8 добавили 4 человека, у нас их 12. Насколько плотнее уже эта сеть, это уже 66 каналов коммуникаций. То есть это такая чисто геометрия. И PMBOK, если говорить о стандарте управления проектами, он написан для проектов от 15 человек в команде. А 14 человек, он от 15, а 14 человек это уже 91 линия, 91 канал связи. И 91 повод, 91 направление искажения информации, потери информации и так далее. Поэтому 90% времени руководитель проекта посвящает именно управлению коммуникациями. Ну все, надо знать эту формулу. Смотрим пример вопроса. Но сразу скажу, что вопрос с таким подвохом. И нужно подумать, как решать эту задачу. Давайте я ее сразу открою на русском языке. Вы сможете потом скачать эту презентацию, посмотреть, как это на американском языке выглядит. Ну вот русскоязычный вариант, он такой. Вы планируете мероприятие по быстрому нетворкингу. Может быть, знаете, что такое быстрые свидания. Вот это примерно то же самое. Идея состоит в том, чтобы собрать вместе 50 топ-менеджеров местных компаний, которые не знают друг друга. Собрать их в одну комнату, дать им по 3 минуты, чтобы поговорить друг с другом. Затем перейти к следующему человеку в комнате. И в конце мероприятия каждый поговорит с каждым. Соответственно, скоростное общение начинается в 17.00. Когда оно закончится? То есть нужно посчитать, сколько времени вообще на все эти коммуникации будет затрачено. 61 час. Закончится в 19.27, в 19.30 или 40 часов спустя. Вот ваши варианты, пожалуйста, тоже в чат. 61 час. То есть такое, прям на трое суток запрем топ-менеджеров в комнате, пусть общаются. 19.30. 19.30, Евгений тоже. Тут же вопрос, да, с какой стороны зайти к рассуждению. Артем, 61.25 часов спустя мы распустим 50 топ-менеджеров, отпустим их с миром. Просто попробуйте себе представить. 50 человек по 3 минуты. Они же не по очереди будут общаться. Они же все одновременно будут общаться. 19.30. Вот смотрите, как интересно. Ну, коллеги, вы отписались. Я уже с вашего позволения открою правильный ответ. Подвохов можно ждать. И в этом случае, и в других подобных случаях. Вот смотрите, никто, да, не дал правильный ответ. Те, кто пошли по пути расчета количества каналов коммуникаций, 50 на 49, разделить на 2. Вот мы получили там 1225 каналов по 3 минуты каждый, 3675 минут. Это 61 целый час и еще 0,25. Вот, это путь неправильный. Потому что, ну, если бы они последовательно все общались, то оно бы так и было. Там на трое суток пришлось бы их закрывать в этом помещении. Но они все будут общаться одновременно. То есть можно для того, чтобы ответить на этот вопрос, поставить себя на место каждого из 50 топ-менеджеров. Вот вы один из 50. Вам надо провести 49 коммуникаций. В это время остальные 49 свои коммуникации будут проводить. Вам надо 49 общений провести. И каждое общение по 3 минуты. Вот они, 49 контактов по 3 минуты. Это 147 минут. Ну и, соответственно, это 2 часа 27 минут. Ну, если это общение начинается в 17.00, то, соответственно, в 19.27 оно закончится. То есть те, кто выбрал в 19.30, вы были близки к правильному ответу. Но проблема экзаменационных вопросов в том, что, да, есть два близких по решению варианта, но выбрать надо правильный. И правильный это 19.27 в данном случае. Вот такой вот вопрос с подвохом. И, соответственно, когда-то нужно будет себя сдержать и не использовать формулу. Даже если вы знаете, как она работает, как она устроена. Вот автор этого вопроса, Корнелиус Фихтнер, это один из авторов вообще, в принципе, банка вопросов подготовительных, одного из самых таких известных в мире симуляторов, с которыми можно работать. В том числе этот симулятор обновлен по последним требованиям 2021 года, обновление экзамена с января. Ну, вот такие интересные варианты можно найти. Это, конечно, синтетический кейс, но таких много и на экзамене тоже. Вот это то, что касается вопросов расчета времени. С PERT все просто, с критическим путем вопрос будет в единичке. Ну и с каналами коммуникации тут, в принципе, даже не знаю, как вас сориентировать. Ну, в общем, видите, в этом случае нужно сдержать себя и не использовать эту формулу. Просто попробовать себя отстраненно от формулы, представить сам по себе кейс-ситуацию. Вот, дальше. Следующий такой кластер вопросов. Это финансовые формулы. NPV – это Net Present Value, IRR – это внутренняя норма доходности, ROI – это возвратные инвестиции, Payback Period – это период окупаемости и Benefit Cost – анализ, такой анализ выгод и затрат. Вот эти вот финансовые формулы, эти, по-другому можно сказать, инвестиционные показатели, они нас уводят вообще в другую фазу жизненного цикла. То есть оценки длительности, которые мы только что рассматривали, анализ критического пути – это подготовительная фаза. Каналы коммуникации – это, в принципе, сквозная тема. А вот эти финансовые формулы – это показатели в нулевой точке жизни проекта. Это ситуация, когда решение об этом проекте еще не принято. И мы как раз выбираем, во что инвестировать деньги. То есть здесь мы становимся на позицию инвестора, в роль инвестора, и понимаем, что вариантов, куда можно вложить деньги, много, всегда больше, чем самих денег. Вот у нас есть там сколько-то, какая-то сумма, и мы можем построить свечной заводик в Самаре, можем построить элитный коттеджный поселок в Подмосковье, можем построить там очередной торговый центр в Москве. И вот во что вкладывать, да, для того, чтобы решить, для того, чтобы, в принципе, сказать, быть этому проекту или нет, используются вот эти финансовые показатели. Ну и начинаем с самого главного. Это то, что называется Net Present Value, NPV, чистая приведенная стоимость. Этой формулы в PMBOK нет. Ну то есть для того, чтобы, в принципе, отвечать на подобные вопросы, там надо отдельно еще литературу почитать. И в этой формуле все, вот то, что связано, в принципе, с идеей оценки инвестиционных показателей, все эти показатели, все NPV, IRR, там период окупаемости, возврат инвестиций, все, это взгляд в будущее. То есть вот мы принимаем решение все-таки заводик или коттеджный поселок, и мы смотрим в один такой большой хрустальный шар, заглядываем в будущее и думаем, куда же нам инвестировать деньги, куда их вкладывать, то есть какие затраты мы ожидаем по каждому проекту и какие доходы мы ожидаем по каждому из этих возможных вариантов. И как с любым прогнозированием, как с любыми гадалками и нострадамусами, это кто нам нагадал эти денежные потоки. Вот в NPV будет тот же самый вопрос, то есть откуда взят прогноз по движению денег, по денежным потокам. Это раз. Второй момент со всеми финансовыми показателями, это на фоне каких рисков мы будем выполнять каждый из этих проектов. Ну то есть сможем ли мы, так как мы прогнозируем, например, продать эти коттеджи в поселке, или нам проще будет свечки продать, которые мы на заводе производим, какая будет покупательская способность, какая будет ситуация на рынке, что будет больше востребовано, у какой целевой аудитории, ну и так далее. Это второй момент. Третий момент, который тоже с этими показателями связан. Если мы выбираем какой-то проект один, значит мы автоматически отказываемся от всех остальных, ну и соответственно для нас это тоже какие-то возможные потери. И вот Net Present Value это основной показатель из всех инвестиционных. И этот показатель о том, что деньги дешевеют, что мало того, что мы прогнозируем какие-то денежные потоки, мало того, что там риски какие-то могут наступать, так еще с каждым следующим периодом одна и та же сумма денег оказывается дешевле. Вот здесь вот в числителе, в этой формуле всегда кэшфлоу, ну то есть, наверное, в нулевой период это отрицательные значения, сколько-то мы вложим, во все остальные периоды возможно, тоже ведь на самом деле не факт, но возможно это какой-то положительный денежный прогноз. И этот кэшфлоу все время с поправками в знаменателе для того, чтобы привести кэшфлоу к сегодняшней стоимости денег, в знаменателе используется то, что называется ставка дисконтирования. Она номинируется в процентах, ну и соответственно какая-то часть от единицы подставляется в знаменатель. Ну в идеале бы, если бы деньги не дешевели, в знаменателе всегда единичка была бы, неважно там в какую степень она возведена. Но поскольку они дешевеют, любые деньги, рубли, доллары, вот на этот поправочный коэффициент, на эту ставку дисконтирования, которая все время возводится в новую степень, потому что первый год, второй, третий, четвертый или первый, второй, третий, четвертый кварталы, допустим продажи, там этих коттеджей, деньги все дешевле и дешевле, да, ставка одна и та же, а вот этот коэффициент дисконтирования в знаменателе, он все больше и больше, потому что степень все выше и выше. И соответственно в качестве такой ставки дисконтирования, ну, может приниматься, например, просто текущий коэффициент инфляции, может приниматься средневзвешенная стоимость капитала в компании. Но это в любом случае там 10%, 12%, 11,5% и эта часть от единицы, она прибавляется к единичке, возводится в степени, таким образом мы вот кэшфлоу прогнозируемый, мы с поправкой на вот это удешевление складываем, в конце концов получаем вот такую сумму, то есть формула расчета NPV, она здесь в самом конце. И вот если посмотреть, как это работает, как это устроено, то речь всегда будет идти, ну, о выборе между проектами. Есть проект А и есть проект Б. Если посмотреть по времени, то вот мы на пятилетний, например, срок, то есть тут в заголовке таблиц нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый годы анализируем денежный поток. Кэшфлоу минус пять – это инвестиции, которые одинаковые для этих обоих проектов. А вот потом пошел положительный денежный прогноз по поступлениям денег. И в абсолютных значениях деньги одинаковые, только по проекту А большие деньги начинают поступать раньше, с первого года мы получаем два, не важно чего, два миллиона долларов, например, 1,75, 1,5, 1,25 и 1. Вот то же самое в проекте Б, только наоборот. Здесь на более ранние сроки меньшие суммы ориентированы. И, соответственно, каждая такая сумма, вот она идет с поправкой с учетом номера года, с поправкой с учетом номера года и превращается, ну, не то чтобы совсем в тыкву, но превращается в какие-то меньшие значения. Соответственно, вот он наш NPV суммарный по проекту А, а вот он наш NPV суммарный по проекту Б, потому что одни и те же, там, 2 миллиона в случае проекта А, поскольку 2 миллиона в первый год получены, у них поправка поменьше, и у нас в дисконтированный поток идет сумма 1,79, а во втором проекте, там, эти 2 миллиона, они с той же ставкой дисконтирования рассчитываются, только она в другую степень возводится в знаменателе, да, и у нас остается всего 1,16. И вот, пожалуйста, мы рассчитываем там финальный NPV по проекту А и по проекту Б и понимаем, что для нас проект А, он предпочтительный, он более такой выгодный. Вот это то, что касается показателя NPV, это самый важный показатель с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности проекта. Деньги дешевеют, поэтому чем раньше мы начнем получать большие суммы, тем для нас выгоднее проект. Внутренняя норма доходности – это показатель, который связан с NPV, это, собственно, и есть величина ставки, при которой NPV равен нулю. С учетом нулевых вложений, они без поправочного коэффициента, нулевые отрицательные вложения, потому что в нулевой степени, там, в любом случае, что ни возводи, будет единичка. И дальше при какой ставке NPV на всем горизонте прогнозируемого этого проекта является нулевым, то есть инвесторы смогут покрыть свои убытки, условно говоря, ничего не заработав. И, естественно, там при низкой ставке ARR для нас проект непривлекательный, потому что нам тогда проще эти деньги на этот же период просто в банк положить. ARR сравнивается как минимум с текущей ставкой по депозитам. А если повыше эта ставка, ну, то есть большая поправка нужна для того, чтобы к нулю свести, в принципе, наш интерес, то проект для нас привлекательный. То есть чем ARR выше, тем проект привлекательнее. Так же, как и с NPV. NPV чем выше, тем привлекательнее проект. И ARR, этот показатель номинируется в процентах, и тоже такой же принцип. Чем ARR выше, тем привлекательнее проект. ARR, в конце концов, сравнивается с величиной, которая называется средневзвешенная стоимость капитала. И если ARR выше этой средневзвешенной стоимости, значит, этот проект имеет смысл брать в работу. А если ниже, то мы просто отказываемся от этого проекта. Если он равен, то мы просто покрываем убытки, и нам это неинтересно. Вот, вот это ARR. NPV ARR, два самых известных показателя. Дальше, возврат на инвестиции. Это отношение. Оно тоже в процентах номинируется и сравнивается со 100%. Для расчета у нас в числителе профит, то есть прибыль. Соответственно, разница между доходами и затратами. А в знаменателе изначальные инвестиции. Все это умножается на 100%. И, соответственно, как работает этот показатель? Вот у нас есть изначальные инвестиции, которые уйдут в знаменатель. 300 тысяч. У нас есть прогноз по, допустим, ежемесячным доходам и ежемесячным затратам. Это то, что пойдет в числитель. Вот разница между доходами и затратами умножить на 12 месяцев, разделить на 300 тысяч. Вот мы получаем возвратные инвестиции 120%, да, при умножении на 100%. И сравнивается со 100%. Там, где выше 100% возвратной инвестиции, там проект привлекательный, можно брать его в работу. Дальше, следующий показатель, период окупаемости, пейбэк период. Здесь, ну, это период, да, то есть NPV в деньгах, в долларах, там в миллионах долларов. ARR в процентах, ROI в процентах. А период, он в годах, в кварталах, ну, то есть в периодах каких-то. Соответственно, вот у нас в числителе изначальные инвестиции, а в знаменателе, ну, кэшфлоу, да, который мы прогнозируем с определенной регулярностью. Ну, и, соответственно, в эту формулу подставляется там 500 тысяч изначальных инвестиций, чтобы построить завод, и 100 тысяч ежегодно положительный денежный прогноз. Это с учетом всех затрат и всех доходов. Ну, и, соответственно, 500 делим на 100, получаем 5 лет периода окупаемости проекта. То есть при таких данных через 5 лет проект окупится. Соответственно, пейбэк период, чем меньше, тем для нас проект выгоднее и интереснее. И еще один показатель – это benefit-cost. Ну, то есть это отношение наших выгод к нашим затратам. Причем и benefit, и cost приводятся к сегодняшней стоимости денег. PV – это то же самое, что в NPV – net present value. Это present value – это сегодняшняя стоимость выгод и сегодняшняя стоимость затрат. Соответственно, и числитель предполагает поправку на ставку дисконтирования, и знаменатель тоже поправку на ставку дисконтирования. И, соответственно, расчет по этому анализу выглядит следующим образом. Вот по годам, допустим, на 3 года мы рассчитываем этот проект. Изначальные инвестиции минус 50 тысяч, а потом первый, второй, третий год мы ожидаем по 25 тысяч поступлений с плюсом. Ну, и, соответственно, первый год покроет из 50-25, второй год полностью 50 тысяч в кэшфлоу, если не приводить к сегодняшней стоимости денег покрывает. Ну, и вот у нас итогов после трех лет остается 25 тысяч. Вот, но мы же будем приводить, да, к сегодняшней стоимости денег при, ну, какой-то ставке дисконтирования, например, 3%, да, 3 сотых. И, соответственно, у нас каждый раз с учетом этой ставки дисконтирования и постоянно изменяющегося коэффициента дисконтирования, потому что период все больше и больше, все дальше и дальше, первый год, второй, третий год, да, у нас вот эти 25 тысяч превращаются во все меньше и меньшую сумму. То есть смысл такой же, как в NPV, и мы получаем не 25-25-25, а вот с поправками, да, вот это то, что мы получим в конце анализируемого периода. Найдем отношения по модулю, то есть тут плюс-минус не важны, и сравним с единицей, то есть чем выше, тем выгоднее. Выше единицы проект можно рассматривать и брать в работу. Вот это вот benefit cost, да, ну, то есть вот они такие показатели, которые говорят про то, что деньги дешевеют, и используются эти показатели в совокупности. Соответственно, как будут выглядеть вопросы экзаменационные? Всегда будут сравниваться там проект А, например, и проект Б, и, может быть, их будет несколько, 4 проекта будут для сравнения, и будут приведены данные там. По NPV, по ARR, по payback period, по benefit cost, да, и вот с NPV, чем выше, тем привлекательнее проект. Да, вот в первом случае проект А. ARR, чем выше, тем привлекательнее проект. Во втором случае проект Б более привлекательный. Payback period, чем ниже, тем привлекательнее. Снова выбираем проект А. Benefit cost, тоже чем выше, тем лучше для нас, да. Вот мы выбрали проект А. Вот мы по совокупности факторов выбираем в инвестиции проект А. Проект Б, он, собственно, ну, как бы условно победил только по показателю ARR, и, соответственно, он в работу не берется. А вот теперь, если готовы, вопрос, пример вопроса, как это может, в конце концов, выглядеть. Посмотрите, пожалуйста. Тут даже без перевода на русский язык. Three projects are possible. Три возможных проекта, вот с такими показателями. Payback period 6 лет, NPV 3 миллиона. Payback period 4 года, NPV 2 миллиона. Payback period 2 года и NPV миллион. Ну и, соответственно, should be selected, да. Какой проект должен быть выбран в инвестиции? Вот четыре варианта. ABC или не один из них. Потому что у них значения инвестиционной привлекательности одинаковые. Пожалуйста, как бы вы ответили на этот вопрос? BC, вижу, коллеги отвечают. Татьяна одинаковые. Артем D. Тимофей C. Наталья D. Вариант D. Вариант C. А на самом деле? А на самом деле? Тоже D, C. А на самом деле, коллеги? Вот где на какие подвохи мы попадемся. А потом деньги можно самовернуть. Максим пишет вариант А. Проект А. И это правильный ответ. Потому что в NPV, вот здесь понимаете, как будет лишняя отвлекающая информация. Payback period нам вообще не интересен. Потому что в NPV уже учтена такая временная стоимость денег. Time value of money. Временная стоимость денег. Временное значение денег. Оно уже учтено. В NPV неважно на какой период и на какой горизонт мы анализируем. И вот у нас действительно, с точки зрения периода окупаемости, самый привлекательный проект, это проект C. Все два года окупаемости. Вот она, пожалуйста, идея быстрых денег, быстрых оборотов и так далее. А NPV самый низкий. Вот, но здесь вот подвох в том, что мы на период окупаемости не смотрим вообще. Ну тут, Артем, он вопрос очень показательный. Коллеги, из всех финансовых инвестиционных показателей самый важный это показатель NPV. Если у вас есть значение NPV в формулировке вопроса, значит там уже все временные характеристики. В NPV он уже нет, он уже present, он уже очищен и уже приведен к сегодняшней стоимости денег. И чем больше мы сможем заработать, ну как бы 3 миллиона интереснее, чем миллион. На какой бы горизонт мы ни говорили. Вот мы можем за 6 лет там заработать, не за 6 лет, 6 лет это период окупаемости. На этом проекте мы можем заработать 3 миллиона. 3 миллиона интереснее, чем 1. Вот и все. Вот такой вот момент, его нужно будет обязательно учитывать. NPV это самая важная информация по инвестициям. Вот. Инвест показатели. Это все, что про них нужно знать на экзамене. Ну и наконец показатели освоенного объема. Третья часть, третий кластер этих показателей. Еще где-то минут, наверное, 20. Давайте пообсуждаем, да, потому что, ну, освоенный объем. Освоенный объем уводит нас вообще на третью фазу жизненного цикла. То есть инвестиционные показатели – это нулевая жизнь. Проект еще не начался. Мы вообще еще не приняли решение. Мы сейчас только думаем, вкладывать или нет. Оценки, перп, там, критический путь – это уже подготовительная фаза. А освоенный объем – проект вовсю идет. То есть это уже фаза выполнения работ на проекте. И вот мы на какую-то статусную дату снимаем показатели освоенного объема. И аналитика по проекту, она традиционно не только методом освоенного объема представлена, но и анализом отклонений. Анализ отклонений – это то, что у нас в жизни называется план-факт. То есть мы хотели сделать до 20 августа, сделать успели только к 22. Вот мы на 2 дня отклоняемся. Хотели сделать за 100 рублей, сделали за 120, отклоняемся на 20 рублей. Хотели сделать за 2 дня, сделали за 20 дней. Вот мы на 18 дней отклоняемся. В 10 раз дольше выполняли операцию. То есть анализ отклонений – всегда абсолютные значения. И как по-другому играет информация о прогрессе проекта, если этот анализ отклонений дополнить показателями освоенного объема. PV – это planned value. EV – это earned value – освоенный объем. Плановый объем – освоенный объем. Actual cost – фактические затраты. Schedule and cost variance. Schedule and cost performance index. Budgeted completion. Estimated completion. Estimate to complete and to complete performance index. Вот это основные показатели. Основной смысл физически метода освоенного объема в том, что когда мы начинаем выполнять работы на проекте, мы на выполнение работ всегда неизбежно тратим какие-то деньги. То есть бесплатных работ на проекте не бывает. Для того, чтобы построить, всегда говорю, кирпичную стену, надо потратить деньги на кирпичи и на работу. Но зато у нас в результате стена все выше и выше. То есть у нас есть скорость расходования денег и скорость строительства стены. То есть того, что называется приобретение ценности. Вот с какой скоростью мы тратим деньги и с какой скоростью растет стена. Обе скорости выражаются деньгами, расходуемыми деньгами и приобретаемой ценностью в виде стены, которая все выше и выше. К одним и тем же деньгам это приводится. И сравниваются две скорости между собой для того, чтобы понять, насколько мы хороши по срокам, насколько мы хороши по стоимости. И центральный показатель, который дал название самой методики, Earned Value, освоенный объем, он как раз об этом, о приобретении ценности, о скорости приобретения ценности для проекта. В показателях освоенного объема выделяют несколько групп. Вот одна группа показателей – это то, что называется первичные данные. Это то, что всегда абсолютными деньгами выражается. То есть тысячами, сотнями тысяч долларов, например, рублей. PV – это плановый объем, сколько должны были потратить и приобрести. Earned Value – это освоенный объем, сколько приобрели. Actual Cost – это то, сколько потратили. А дальше эти три показателя, они либо вычитаются, если освоенный объем сравнивать с фактическими деньгами, мы получим cost, а если освоенный объем сравнивать с плановой ценностью, мы получим schedule, просто как разницу. Cost Variance – Scaled Variance. А если освоенный объем и вот эти Actual Cost, Plan Value, найти отношения, то есть разделить, то мы получим индексы, то есть абсолютные и относительные показатели. А потом сможем построить на основании этого прогноз, сможем понять, с каким коэффициентом эффективности нам нужно работать до конца, чтобы что-то. И вот как выглядит, собственно, формула освоенного объема. Расчет Earned Value освоенного объема – это всегда процент завершения, который умножен на Budgeted Completion. Budgeted Completion – бюджет по завершению. Это, собственно, общий плановый бюджет проекта. Как выглядит сама по себе механика метода освоенного объема? Вот вверху, в верхней табличке, это наш базовый план. Ну, допустим, вот у нас в базовом плане присутствует одна задача, которая предполагает работу одного человека. Он будет работать первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый дни. Девятый, десятый день. То есть такая десятидневная работа. Ставка, которую мы заложили в базовый план – 10 рублей в день. Ну, то есть каждые восемь часов стоят нашему проекту 10 рублей или 10 тысяч, или 10 долларов, неважно чего. Но это в любом случае в абсолютных деньгах. И вот то, что мы заложили и подписали в базовом плане, это называется Planned Value. Вот этот вот показатель Planned Value, так же, как и Earned Value, освоенный объем, как и Actual Cost, он на каждый следующий день отличается. То есть у нас плановый объем к концу первого дня надо на 10 рублей сделать работу и получить ценности. К концу второго дня на 20 рублей, к концу третьего дня на 30 рублей, к концу четвертого дня на 40, к концу восьмого дня на 80 рублей надо ценности получить. А к концу проекта ценности, в конце концов, нужно получить на 100 рублей. То есть вот это вот плановый объем на последний день проекта – это и есть Budget and Completion. То есть мы вот с такой ставкой подписали базовый план. У нас человек будет работать каждый день по 8 часов, и стоить он нам будет по 10 рублей. Мы на каждый следующий день новую 10-рублевую ценность приобретаем. К концу проекта должны 100-рублевую ценность приобрести. Вот, начинаем снимать показатели на какую-то отчетную дату. Например, к концу четвертого дня у нас что-то пошло не так. Ну, то есть в первый день человек вышел на работу, он действительно, как в базовом плане, отработал 8 часов. Вот освоенный объем, 10-рублевая ценность приобретена. Вот, но на второй день он вышел на работу и отработать смог только 4 часа. Это 5-рублевая приобретенная ценность. В третий день у него же тоже и во второй, и в третий по 8 часов, и по 10 рублей. Только он в третий день смог отработать 12 часов, да, он решил переработать. Это 15-рублевая приобретенная ценность. А в четвертый день он вообще не смог выйти. Это 0 рублей приобретения ценности, да, то есть мы ничего не приобрели. И вот у нас к концу четвертого дня плановый объем PV 40 рублей. А Earned Value EV тоже к концу четвертого дня с учетом вот этой его работы. 10 плюс 5 плюс 15 и плюс 0. Earned Value 30 рублей. Что такое Actual Cost, да, и почему тут значение в два раза выше? Да потому что он подорожал в два раза. У него просто ставка выросла. Материалы подорожали, работа подорожала. Мы-то закладывали ставку там каждый 8-часовой день 10 рублей, а он нам реально обходится в 20. Ну так получилось там индексирование какое-то, еще что-то. Вот у нас к концу четвертого дня Actual Cost 60 рублей. В идеале они совпадать должны 40-40-40, да, вот как планировали, так получили, так и заплатили. Вот, но у нас начинается там, к концу четвертого дня начинают эти показатели разъезжаться. И, соответственно, мы сможем на основании разницы между 40-30 и 60 можем сделать выводы об эффективности проекта. Выводы про Scaddle – это всегда сравнение освоенного объема и планового. То есть вот у нас освоенный 30 – это как ни крути наша ценность. То есть мы хоть как, хоть с грехом пополам, но все равно на 30 рублей ценности приобрели. Но должны были на 40. И вот 30 минус 40 или 30 разделить на 40, да. Вот, а Cost – это сравнение ценности earned value приобретенной с реально потраченными деньгами, с Actual Cost. То есть мы-то на 30 ценностей приобрели, только мы 60 заплатили. 30 минус 60, 30 разделить на 60. И вот мы получаем такую достаточно удручающую картину по этому проекту. Scaddle Variance – минус 10, меньше нуля. Cost Variance – минус 20, меньше нуля. Смотрите, в анализе отклонений меньше нуля – это экономия или опережение. А в освоенном объеме минус 10 и минус 20. Как только видите, минус – это плохо, да. Отрицательные значения, которые сравниваются с нулем, мы понимаем, что мы отстаем на минус 10 рублей в приобретении ценности. И мы перерасходуем минус 20 рублей, потому что мы-то 40 радостей получили, но 60 радостей за это пришлось заплатить, да, каких-то. А вот минус 20. Вот или разделить 0,75, 0,5. Вот индексы, они сравниваются с единицей. И тоже, ну, в идеале должно быть единица. Сколько надо было, столько и приобрели. Сколько надо было, сколько приобрели, столько заплатили. Да, у нас меньше единицы. Существенно меньше единицы. Вот, давайте такой маленький проверочный вопрос, коротенький. Смотрите, ваш проект has cost variance, cost, деньги, минус 200, минус отрицательное значение меньше нуля. Что это означает? Проект is under budget, в рамках бюджета находится. Ваш SPI, schedule, performance индекс, тоже негативный. Второй вариант. Третий вариант. Your project is above budget. То есть выше бюджета, да, перерасходует бюджет ваш проект. И cost variance, четвертый вариант, не может быть негативным. Это ошибка в расчетах. Variance. Минус, меньше нуля. Какой правильный ответ? Мы получили variance, причем cost, меньше нуля. Отрицательное значение, ответ. Коллеги вот пишут CC. Да, и, ну да, тут у всех правильный ответ. Above budget, да, то есть мы перерасходуем бюджет. Потому что, например, SPI, он просто никогда не может быть негативным. Он может быть меньше единицы. Да, under budget тоже нет. Under budget – это ноль или выше. Вот. CV вполне себе может быть негативным, поэтому нет, это тоже неправильный ответ D. Да, и вот у нас либо under budget, либо above budget. Либо в рамках бюджета, либо мы превышаем бюджет. Вот минус – мы превышаем бюджет. Поэтому правильный ответ C, конечно. Да, это значит, что у нас actual cost выше, чем earned value. Вот. Давайте перед тем, как следующий вопрос посмотрим, я покажу, как выглядят, собственно, S-кривые по этим показателям. Вот у нас есть кривая plan value, планового объема. Здесь по оси OY деньги, по оси OX время. Вот наша статусная дата. Сколько мы какой ценности хотели к статусной дате получить. Вот сколько мы ее получили, earned value. Сразу понимаем, вот эта разница между planned value и earned value – это наше отклонение по срокам. То есть это наше недоприобретение ценности. Вот. А заплатить за это пришлось actual cost – вот сколько денег, да. И, соответственно, разница между earned value, приобретенным – это наше уже прям неотъемлемое. И actual cost – это post variance. А дальше мы начинаем строить прогнозы. То есть у нас вот budgeted completion – это то, во что превращается planned value до конца проекта. Вот она наша baseline – базовая дата окончания проекта. А вот с учетом actual cost накопленных, пунктир называется estimate to complete. То есть это переоценка всех оставшихся работ. Вот сколько до завершения будут стоить все наши работы, ну, как бы с учетом того, что мы уже сейчас наработали. А та величина, на которую мы в конце концов выйдем, называется estimate at completion. Оценка по завершении. Estimated completion из двух компонентов состоит. Actual cost и все переоцененные работы до завершения проекта. Вот, собственно, сумма этих двух показателей – это estimated completion. А разница между estimated completion и budgeted completion – это variance at completion, да, то есть это отклонение. Разница в деньгах будет, да. Ну, собственно, все эти показатели, они в деньгах выражаются. Скажите, пожалуйста, маленький проверочный вопрос. Что не так на этой диаграмме? Вот вы увидели S-кривые, да. Что тут может быть не так? Четыре варианта ответов. Статусная дата должна быть между неделями. Actual cost не может быть выше планового объема, когда освоенный объем ниже. Освоенный объем не может быть за датой отчета. Плановый объем не может быть за датой отчета. Какой здесь правильный ответ? Что не так с этой диаграммой? Диаграмма S-кривых. Что с ней не так? Варианты пошли от коллег C, D, C. Видите, такой, ну, собственно, совсем синтетический вопрос. Но, тем не менее, тоже может встретиться, может попасться. Правильный ответ в этом вопросе. Освоенный объем не может быть за датой отчета о состоянии. То есть, вот, плановый объем может быть, а освоенный нет. Освоенный – это то, сколько на сегодня, на статусную дату, сколько мы освоили. Как бы прогноз по освоенному объему такого понятия нет. Ну, и, соответственно, давайте посмотрим, давайте посмотрим еще варианты вопросов, которые могут быть. Вот здесь мы CV посмотрели. Давайте вот такой вот вариант. Вот у нас есть PV 100 чего-то, плановый объем, сколько должны были к дате отчета приобрести. Earn value сколько приобрели. Общий budgeted completion 400, да, это вот как в примере в нашем 100 рублей, да, он тут 400. Actual cost 102, cost variance и estimated completion. И variance and completion – это всегда разница между budgeted completion и estimated completion. Вот смотрите, вы вроде правильно отвечаете, но только не отрицательное значение. Это не разница между estimate и budget, а наоборот, да, это budget минус estimated completion 10, то есть у нас положительное значение, не отрицательное получается. Десятка правильно, только не с минусом. Формула variance and completion, она вот такая. Ну и, соответственно, вот кроме S-кривых и кроме вот этих вот показателей, что еще важно вот в показателях прогноза? Наверное, два самых сложных показателя освоенного объема – это оценка по завершении и это TCPI, to complete performance index. Оценка по завершении, ее сложность в том, что она может рассчитываться тремя разными способами, даже четырьмя, вот, но три основных. Первый вариант расчета estimated completion – это отношение budget и CPI. Вот смотрите, у нас в нашем примере budgeted completion 100 рублей, ну или 100 чего-то, а CPI 0,5. Вот эффективность затрат 0,5, то есть мы за каждую 30-рублевую ценность платим по 60 рублей. Да, если мы с такой же эффективностью продолжим работать, то есть если показатели затрат сохранятся в будущем, мы с каким бюджетом закончим этот проект? Не за 100 рублей, как хотели, а 100 разделить на 0,5 за 200 рублей. Вот, это если эти показатели сохранятся. Это первый вариант. Второй вариант расчета этого же показателя предполагает, что вся будущая работа будет выполняться по заложенной в бюджет ставке. Тогда мы находим разницу между заложенной ценностью и уже приобретенной, плюс все понесенные затраты. То есть мы предполагаем, что на остатке мы не будем с такой же интенсивностью нести затраты. Мы возьмем работника, который по 10 рублей, а не по 20 рублей в день работает. То есть мы вернемся в исходные забюджетированные ставки, ну и, естественно, плюс все понесенные затраты. Тут как бы деваться некуда. Это такой более жесткий вариант, предполагающий более такое оптимальное выполнение проекта. Ну а третий вариант расчета estimated completion предполагает, что работа будет выполняться с коэффициентом эффективности, который учитывает и стоимость, и выполнение графика. То есть поправки остатка, видите, budgeted completion минус earned value – это остаток ценности, который нужно доприобрести. Только поправки этого остатка ценности идут на уже накопленные наши не единички. В идеале бы тут единичку подставить, и вообще все было бы хорошо. Но у нас тут 0,5 и 0,75. И у нас эти поправки сработают прям суровым образом. И видите, какие тремя способами мы получаем при одних и тех же данных, какие три разных величины. Если budgeted completion на поправочный CPI разделить, то мы закончим с бюджетом в 200 рублей. А если мы все-таки возьмем работника снова по 10 рублей в день, то мы закончим не за 200, а за 130. А если мы в принципе сохраним не только эффективность расходования денег, но и скорость выполнения графика, то нам проект вообще в 246 вместо 100 обойдется. То есть вот очень сильно зависит от того, какую формулу выбрать расчета вот этого показателя estimated completion. Ну и estimate to complete, ну то есть оценка до завершения. Это разница между этим прогнозным бюджетом и уже потраченными деньгами. Вот если вернуться, для того чтобы посчитать вот этот пунктир, надо найти разницу estimated completion и actual cost. Вот так, давайте проверочный пример посмотрим, еще парочку примеров, давайте успеем сегодня посмотреть. Вот показатели. Плановый объем, освоенный, budgeted completion, actual cost и cost variance, тройка. Знак вопроса тут лишний. Вот estimate to complete надо найти. Все, пожалуйста, ваши варианты ответа. Estimate to complete, то есть оценка всех работ до завершения. Оценка всех работ до завершения. Эстимейт to complete просто так не найдешь. Для того чтобы знать оценку до завершения, надо понимать оценку по завершении. Вот и найти разницу оценки по завершению и actual cost, фактических затрат. Только тут всегда анализируем вот это допущение. Work will continue at the planned rate. Надо вспомнить формулу. Смотрите, если мы продолжим работать по плановой ставке, продолжим работать по плановой, заложенной в бюджет ставке, то мы, соответственно, находим разницу между тем, что должны приобрести, и тем, что уже приобрели. Budget minus earned value плюс actual cost. А потом вычитаем эти actual cost. На самом деле можно даже на actual cost все это дело подсократить. Вот вариант D. Вариант D. Коллеги подсказывают. 295. Чего-то там. Да, действительно, здесь правильный вариант D. То есть мы сначала, исходя из вот этого допущения про то, что работы будут выполняться по плановой rate, по плановой ставке, мы находим сначала estimated completion, то есть, в принципе, прогноз по нашему бюджету. А потом из этого прогноза по бюджету уже потраченные деньги вычитаем. То есть мы получаем 295, ну, чего-то, может быть, тысяч долларов. Вот. Вот это то, как будут выглядеть вопросы по освоенному объему. Собственно, по основным первичным показателям, по индексам, по S-кривым, по вот этому estimate at completion. Да, всегда будет подвох выбрать правильный вариант расчета. Ну, и индекс производительности до завершения, to complete performance index, он тоже рассчитывается двумя разными способами. Давайте вот про него тоже поговорим. Еще один вопрос посмотрим и на этом на сегодня остановимся. TCPI, to complete performance index, это to complete, да. То есть вот здесь всегда в числителе to complete, то есть надо понимать всю оставшуюся ценность, разница между заложенной в бюджет ценностью и уже приобретенной. Только вопрос в том, как этот to complete рассчитывать. Нам надо возвращаться в наш исходный бюджет или мы принимаем, что мы с такой же эффективностью, в общем, и продолжим работать. И мы в знаменателе поправку даем не на бюджет, а уже на накопленную какую-то тенденцию снижения нашей производительности. И, соответственно, подставляя разные значения в эти разные формулы, мы получаем очень разный коэффициент, с которым надо заканчивать работы. Вот одно дело, нам надо вернуться в наш 100-рублевый бюджет, тогда нам надо в 1,75 раза быстрее бегать, прыгать и так далее. Нам надо вернуться в бюджет, то есть у нас никакого дополнительного финансирования выделяться не будет. А другое дело, если мы можем позволить себе там оставить эти затраты уже накопленные и можем сохранить тот же самый коэффициент эффективности. То есть мы вообще можем вот с такой же половинной эффективностью тратить деньги. Вот как мы CPI насчитали на сейчас, так у нас будет и 2-комплит перформанс индекс 0,5. 1,75 выше единицы, это значит, надо в два раза быстрее. А 0,5 меньше единицы, это значит, что можно расслабленно работать на остатки. Это картиночка, которая это иллюстрирует из самого стандарта управления проектами. Есть единица, это baseline, есть накопленный CPI к статусной дате. И вот насколько должен вырасти коэффициент производительности, чтобы вернуться в бюджет. И насколько его не нужно, эту производительность увеличивать. Все, последний вопрос. Давайте сразу по-русски его отображу. Когда вы скачаете эти презентации, там будет на английском, на русском, можно будет там чуть подробнее посмотреть на эти вопросы. Но смысл такой. В прошлом у вашего проекта был перерасход средств. Вы пытались получить финансирование сверх первоначального бюджета. Руководство сообщило вам, что они не могут предоставить дополнительное финансирование. Вы должны повысить эффективность, чтобы проект был завершен с затратами, не превышающими изначальный бюджет. И какая метрика описывает будущую производительность для этой цели? Варианты расчета TCPI. TCPI, который рассчитывается как отношение budgeted completion к CPI. Это просто не работающий вариант, потому что так TCPI не рассчитывается, так estimated completion рассчитывается. TCPI не может быть рассчитан в этой ситуации, тоже нет. Осталось только выбрать, в бюджет надо вернуться или мы принимаем estimated completion, как уже такой приемлемый вариант. И вот правильный ответ, ну многие из вас правильно написали, поскольку мы должны повысить эффективность и наш проект должен быть завершен затратами, не превышающими бюджет. Значит мы бюджетную поправку в знаменателе выбираем. Budgeted completion минус вот эти вот actual cost. Вот и все. Вот так вот, да, то, что касается TCPI. А дальше это вопрос тренировок. Ну то есть механика этих показателей очень простая. Всегда можно вспомнить вот эти простые примеры с одной работой с одним человеком по 8 часов в день, по 10 рублей или по 10 тысяч долларов в день, это неважно. И вспомнить, как все может пойти не так. И по количеству часов, и по повышению стоимости, и в какие тренды это в конце концов превращается. И соответственно, как работают эти показатели там на основании S-кривых. Ну и дальше, да, вопрос только тренировок. С инвестиционными показателями выбрать проект. С расчетом времени тоже вопрос тренировок, что там с единичкой не запутаться. Вот эти формулы, которые мы с вами сегодня рассмотрели, они покрывают 99% вопросов, которые в принципе с любыми расчетами, вычислениями могут быть связаны на экзамене PMP. И вот если говорить про подготовительный курс к экзамену, то это тот материал, вот то, что мы сегодня там за полтора часа обсуждаем, это тот материал, который нужно знать до того, как начинать, ну вот эту подготовку к экзамену, да, то есть это нужно знать, что-то из этого есть в PMBOK, он, пожалуйста, освоенный объем полностью описан. PERT, три точки, описан. В шестом PMBOK весь критический путь описан. Вот, а инвест-показатели, ну, отдельно. Посмотреть, почитать, может быть, поизучать еще эту презентацию, поизучать запись. То есть курс по подготовке к экзамену у нас не очень часто стоит в расписании, вот поэтому приглашаю вас на следующую группу в понедельник, 26 июля. Он 16-часовой, он ориентирован на самоподготовку кандидатов, то есть он не натаскивание, не тренировка, он про самоподготовку, про то, как работать с материалами. Мы сегодня рассмотрели одну маленькую тему. Смотрите, Максим, тут вопрос не про шестое или про седьмое издание, тут вопрос про нынешнюю структуру экзамена, content outline, который опубликован на сайте PMI. И последнее изменение этой структуры содержания экзамена было в январе 2021 года. И экзаменационные вопросы, вот настолько, насколько у нас есть информация об этом, ну, как и у всех, это и шестой, и седьмой PMBOK. То есть уже в январе 2021 года все изменения седьмого PMBOK были внесены в экзаменационные вопросы. Но и то, что касается шестой версии, вот карта процессов, последовательность действия, алгоритм работы руководителя проекта, вот эти, пожалуйста, расчетные формулы, они все остались. Ну, то есть никуда, никуда это не делается. Вот, поэтому как экзамен не привязан к изданию, так и мы не привязаны в подготовительном курсе тоже к шестому или к седьмому PMBOK. Вот, например, курс по управлению проектами, а он тоже входит в комплексную программу, да, и управление проектами, и подготовка к экзамену. Мы читаем уже по седьмому PMBOK. А подготовку к экзамену мы читаем по актуальной структуре Content Outline Examination. Вот то, что опубликовано. Вот, коллеги, может быть у вас, да, не за что совершенно, может быть у вас еще какие-то вопросы есть? Мы вам всегда будем рады на любых учебных курсах, ну, в том числе и на этой группе у нас разные совершенно форматы прохождения обучения, индивидуальное, групповое, заочное, открытое обучение. Вот, если у вас будут возникать какие-то вопросы, у меня есть адрес электронной почты епавлова-собачка-специалист.ру. Пишите, я постараюсь, может быть не мгновенно, но постараюсь ответить на эти вопросы. Ну, а инфо-собачка-специалист.ру – это, соответственно, общий электронный адрес Центра Специалист. Центр Специалист всегда рад слушателям. Спасибо вам сегодня за внимание. Ну, такой продолжительный по времени мастер-класс получился. Ну, надеюсь, что вот какие-то точки над «и» мы расставили сегодня. Спасибо, удачи вам, удачи в подготовке к экзамену, удачи в том, чтобы сдать экзамен, сдать с положительным результатом. Я точно знаю, что это возможно. Слушатели, вот с предыдущей группы, например, слушатель на прошлой неделе написал, что сдал экзамен PMP, пополнил ряды PMP. Это всегда очень приятно, очень отрадно, и вам тоже будем рады. Все, я на этом трансляцию заканчиваю, запись останавливаю. Удачи вам!